друзья здравствуйте с вами владимир бывалый путешественник и сегодня мы отправляемся в мир сказок это тервите примерно час езды и в районе там 80 километров легкая прогулка но мы побываем действительно в необычайном месте где будет одинаково интересно и детям и взрослым но сейчас по традиции реклама с самой позитивной страны евросоюза латвии старый город аглонская базилика топ достопримечательностей латвии пилс рундовский замок наша кухня наша гордость наш напиток и лучшая строительная компания латвии бригада 1 собственно спонсор данного выпуска итак поехали итак мы движемся в тервите это час 20 езды от риги примерно 80 километров комфортные дороги и надо понимать что с парковкой будет проблема вся парковка будет забита но в природном парке всегда найдется место где оставить машину парковки здесь такие же комфортные как и сама латвия что я имею ввиду под словом комфорт это то что природный парк тервите он очень удачен это бизнес-модель которая работает и удивительно управляет этим государством и все что здесь происходит это в принципе пример как государство может рентабельно работать и приносить пользу это мир сказок а место намоленное ребят большинство латвийских сказок было написано именно здесь здесь домик анны бригадеры о спаси и суда уже по моему столетия приезжают маленькие дети для того чтобы заглянуть мир сказок не так много в латвии мест где ты можешь реально приехать в внутри сказки и очутиться внутри дом шишки многом они вам рассказывали и начинается мероприятие с дома шишки здесь дети именно поскольку еще не темно начинают развлекаться а напомню что мы отправляемся праздновать в альпульгиеву ночь или шабаш ведьм постепенно гуляя по парку мы то и дело сталкиваемся с необычными людьми например шарманщик в лесу очень интересный например герои сказок алиса в стране чудес например эльза это прогуливаясь по лесу с детьми мы натыкаемся вот на такие инсталляции и радуемся вместе со всеми посетителями приехали мы всей семьей из расчета что нам придется здесь провести с 5 вечера до 11 и в это время с нами будут происходить разные чудеса мы приехали в мир сказки и хотим погрузиться в него полностью и так ведьма это штатная ведьма которая работает на территории парка вы ее можете видеть всегда на сегодня как видите она отдельно в ударе сегодня делают мастер-класс полета на метле видимо проводит агитацию свои политические партии ведьмы все для латвии так небольшой мастер-класс тем не менее набирается большое количество детей а дети приезжают многие подготовлены следующий раз и если вы поедете тоже готовьтесь все наряжаются в костюмы ведьм и что-то похожее связано с этим чтобы методом погружения быть и в костюме и прочувствовать атмосферу праздника вальпургиева ночь шабаш всех ведьм латвий ну если сказать более честно не всех потому что моя теща осталась в этот раз дома не полетела на шабаш но мы с детьми без тещи в принципе справились смотрите насколько это поразительно побывать внутри сказки ты не понимаешь что делает этот парень и он очень странный не то он местный житель не тут прилетел с какой-то другой планеты что нам пытается показать напомню что это инсталляции которые находятся гуляя по парку вы гуляете по парку и натыкаетесь на вот этих странных непонятных существ не только гномики не то это эльфы я пытался взять у них интервью меня ничего не получилось они не говорят на земном языке эти вещи которые не показывают они очень странные неземные зеленый огонь я думаю что огонь он красный но у парня постоянно горел зеленый огонь потом превращался в красный потом зеленый постоянно менял цвета и меня удивило то что огонь бывает разных цветов всякие штучки которые то и дело он доставал выходя из своего загадочного домика и возвращался туда и дети не могли понять когда же начнется шоу и когда она закончится видимо это не шоу а это его повседневный быт он живет в этом домике и то и дело что-то готовит на этом странном чугунке огонь здесь делал разные фигурки знакомые похожие горел разными цветами радуги пах абсолютно непонятными веществами и для чего этот загадочный персонаж это делал я так и не понял дальше он отправился к тебе в домик и был таков а мы продолжили дальше наши действия и вместе с нами шла огромная вереница тысячи людей и каждый раз мы натыкались на какие-то новые инсталляции очень непонятные это пещера черта и сам черт тоже вел какую-то чертовской интересную пропаганду мы немного не поняли что нам хотел сказать видимо что-то он перемудрил и в его доме было слишком дымно и слишком шумно поэтому мы решили не задерживаться в домике черта и и отправляться дальше дальше мы попали на какую-то непонятную полярку все там было обуглено и горел огонь играла очень странная музыка и летали маленькие феи особенно эти феи светились в темноте дело в том что их крылья были какими-то лампочками увешанными и это выглядело довольно мило очень странная музыка очень странные скульптуры из дерева это стандартная действующая инсталляция в терринском национальном парке а вот эти вот ведьмы они то прилетают со своим шоу то улетает очень непонятно зеркальный человек как здесь оказался и надо сказать что этим было такое большое количество что куда бы ты не пошел они всегда тебя преследовали и всегда рассказывали какие-то интересные вещи вот у этой например случилась беда упала луна с неба и она просила детей помочь и закинуть ее обратно как дети не пытались это сделать у них ничего не получалось бедная ведьма она никак не могла улететь к себе на луну все дело в том что еще недостаточный тип но и луна никак не хотела подниматься обратно на небо а если луна не поднимается на небо значит вольтпургеева ночь отменяется и отменяется весь шабуш ведьм в общем какая-то путаница мы решили не до конца это все выяснять и пошли в лес кривых зеркал здесь были светлячки из зеркал которые то и дело появлялись потом пропадали постоянно из леса доносились какие-то странные звуки при этом лес менялся всеми цветами радуги мы не могли понять куда мы попали но мы смелые ребята и поэтому шли дальше и чем дальше в год мы шли тем мы видели что-то интерес наконец нам все это надоело и мы захотели пойти в старую часть тервита ту милую старую часть тервита где жила аспазия в ее домик там есть милое кафе вот за этим мостиком где очень вкусно и недорого можно было подкрепиться мы прошли мимо домика аспазии попали в царство настоящей сказки там где не было никогда электроники а только горели свечи и светилась добро которое искрилось из этого домика это самая старая часть парка в нее не каждый дойдет и нам захотелось по традиции сходить здесь как удивительно не было такое количество людей все привыкли все-таки любить современные сказки а традиционные наши латышские позабыли и поэтому в этой части домика была тишина которую нам как было необходимо но мы подкрепились зарядились энергии и отправились опять в гущу событий по дороге нам стрелять сибири каун который шел за спридитесом но почему-то увидев людей он превращался в окаменелости дальше мы попали на поляну где уже веселились в сроки они то и дело что-то поджигали играла громко музыка и шабуш ведьм действительно был в разгаре мы как-то побоялись детьми заходить в центр но нас постоянно преследовали какие-то сказочные герои которые в темноте леса то и дело попадались нам под ноги мы упорно шли к машине или хотели встретить небольшой паровозик который бы нас отвез к нашей парковке но вот эти странные существа постоянно преследовали нас и в полной темноте они творили такие небывалые вещи что дух захватывал дети то бугались то настораживались и действительно верили в то что сказка существует и они наконец-то оторвались от своих гаджетов и попали в реальную сказку от этого было только интересней опять мы встретили этого сумасшедшего парня который кормил своих сверкающих кроликов но скоро за нами приехал волшебный паровоз и отвез нас к нашей машине так прошла в альпугеева ночь в национальном парке Тервитэ и если вы на ней не были то хочу вам сказать что она происходит каждый год в одно и то же время и очень рекомендуем вам посетить ее с вами был Владимир всем пока пока пока